Здравствуйте! Тема нашего сегодняшнего прямого эфира имеет отношение к трассе М28, а также во второй половине передачи мы поговорим о строительстве нового здания для Южненской мэрии. В студии у нас сегодня заместитель городского головы города Южного, начальник финансового управления Людмила Владимировна Паскаль. Здравствуйте, Людмила Владимировна! Так получилось уж, что говорить о трассе М28 нам приходится с вами, потому что вы компетентны в этом вопросе, несмотря на то, что вы возглавляете финансовое управление и не являетесь таким специалистом в дорожных делах, но вообще вся тема с трассой М28 имеет к вам непосредственное отношение. Не только по части выделения денег, безусловно. Вы мне лично в интервью рассказывали о том, как этот процесс весь обращений в областную администрацию и к руководству страны, в общем, шел на протяжении целого года предыдущего. Всем нам, читателям и журналистам, известно, во что вывелась вся эта такая долгосрочная история с выделением денег, чем она закончилась. Но есть некоторые нюансы, которые до сих пор не совсем понятны нашим читателям. А что именно? Это та карта, которая размещена в интернете, находится она в доступе открытом, где обозначен участок ремонта дорог, и он отличается от того, что мы видим на данный момент. А как получилось так, что вот эта история не совпала? Расскажите вот о своем опыте, с чем вы столкнулись, когда узнали, что деньги выделяются на определенный участок, а по факту ремонтироваться будет дорога другая практически? Ну да, вы правильно сказали, что если я компетентна в финансах, то я не совсем компетентна в ремонтах дорог. А почему получилось связано с ремонтом этой трассы именно, почему это все, как бы, почему этим вопросом занималась я? Потому что вы правильно говорите, изначально вопрос шел о выделении денег на ремонт этой дороги. И при том, что мы очень много раз уже говорили про эту дорогу, я все-таки хочу еще раз сказать, что трасса М-2080, трасса загального корыстования, державного значения. Она действительно проходит по землям Южненской территориальной громады, но на балансе в Южненской районе она не находится. И обслугованием цієї дороги, и ремонтом цієї дороги мают перейматься совсем другие органы. Но, понимая, что этой трассой каждого дня используются наши жители, Владимир Миколаевич особо держал на контроле это вопрос. Дальше мы получили переписку, как вы уже сказали, с всеми державными органами, кто отвечает за этот направление. Мы получили любые листи и одного такого доброго дня, 16 березня, как я помню, вошла дійсно постанова, в которой были отметки, из которого по каким километрам будет ремонтироваться за кошти государственного бюджета трасса М-28. Действительно, на сайте Министерства есть такое посылание, что мы работаем прозоро и открыто. Вы можете использовать мапу, где есть отметки по всей Украине, на какой именно дороге будет проводиться ремонт. Не будучи очень освещенной в вопросах, из которого по какой самый километр, это же сейчас, я уже понимала, это началось, ну, майже, год назад, мы открываем эту карту и, действительно, бачим, что ремонт этой дороги доходит майже до города Южного. Можно как раз показать сейчас эту карту. Именно тот участок, который больше всего нас интересует. Он идет от Григорьевки, не доезжая Южного. Как получилось так, что на деле этот отрезок отошел значительно дальше и до Григорьевки практически не дошел? Ну, первый звонок был, естественно, к начальнику службы автомобильных дорог. Сегодня уже не работает Александр Сергеевич, сменилось руководство службы автомобильных дорог. И я вот с радостью в Александре, нам удалось, мы это сделали, мы вот столько писали. И вот наш участок есть. Он вызвал начальника службы. И тут как бы вот слегка пришло разочарование, потому что оказывается, что есть две системы карт. И вот пользоваться нужно той системой карт, которые установлены. Ну, это как бы, в принципе, легко проверить. Каждый, кто едет в Одессу или из Одессы, видит, что вдоль дороги стоят столбики. На этих столбиках расположен метраж. Это утрировано от центра Одессы. Считается, как раз вот этих 18 километров, 12 километров. От главпочта. От главпочтам, вот как раз-то вот как раз этот взрыв и произошел. А отрезок, он переходит на совсем другую территорию. Как раз в другую сторону. То есть вот как раз то, что нас интересовало, оно и отошло в другую сторону. И пользуются, наверное, так легко проверить. Это вот эти столбики, буквально через километр-два стоит расстояние от главпочтам. И пользуются службой вот именно этой картой, которая фактически размечает дороги. Вам приходилось самостоятельно изучить территорию? Вы каким-то образом, ну, все-таки решились поехать, посмотреть? Я не поверила. Я села в машину и поехала смотреть эти столбики. И действительно, они размещены так, как нам рассказал начальник службы автомобильных дорог. То есть Южный находится на 50-м километре. То есть до Южного тот отрезок, который не запланирован, в итоге пришлось нам самим, вам самим и нам всем самим каким-то образом финансировать. Мы думали, что, в общем-то, это тупик, и сегодня мы имеем то, что мы имеем. Опять-таки, не, ну мы, конечно, еще раз продублировали все письма, и сейчас мы готовим очередное письмо уже на Гройсман. Это, кстати, было еще до того, как мы узнали, что он к нам приезжает. В принципе, есть ли уже громады. Но, опять-таки, давайте сделаем шаг немножко назад. В прошлом году в бюджетный кодекс, в закон про автомобильные дороги были внесены изменения, и местным бюджетам дали возможность направлять свои средства на дороги, которые не являются дорогами коммунальной собственности. Но, опять-таки, с точки зрения финансиста, не прописан закон так, чтобы им действительно было легко и просто пользоваться. Может быть, мы как бы еще не очень привыкли к той децентрализации, о которой так много говорит наш премьер-министр. Может быть, вот в понимании это дали свободу и пользуйтесь ей, как хотите, но не знаю, насколько это правильно будут реагировать на это контролирующие органы. Потому что их полномочия пока еще никто не отменял, и проверять они будут, я понимаю, по старым законам. Поэтому мы начали много обращаться в плане того, чтобы нам дали какие-то разъяснения. Но все разъяснения мы получили из Министерства финансов и Министерства инфраструктуры о том, что вам дали право, пытайтесь им пользоваться в больших тех денег, которые у вас есть. Поэтому, опять-таки, мы начали вот эту вот многоступенчатую работу, по которой мы говорили, была надежда, что помогут предприятия, которые находятся на трассе. Но, к сожалению, предприятия отказались. Предприятия государственной формы собственности отказались, мотивируя это тем, что у них есть финансовые планы, они утверждены, вносить в них изменения – это очень непростая процедура, а на эти цели средства у них были не предусмотрены. И если мы вот как-то эту работу наладим, то, возможно, в следующем году, может быть, будут участвовать. Администрация Портов вышла со своим предложением, которое мы тоже рассказывали, то, что, возможно, они разработают ТЭО. В принципе, это очень разумное предложение, потому что две полосы на сегодняшний день на нашу трассу, на нашу нагрузку – это очень мало. Эта трасса должна быть однозначна в четыре полосы. Возможно, здесь совсем другие развязки нужны. Но это, опять-таки, предложение на перспективу пытается, поэтому другого варианта, кроме как участвовать своими деньгами, у нас, в принципе, не было. Единственное, тоже мы понимаем, что на этом участке находится не только город Южный, тут находятся селы, здесь задействованы Коминтерновские районы. Мы нашли понимание с главой Коминтерновского района. Он провел такие же совещания у себя в районе. И вот последнее – это уже было подведение ТОВа на уровне первого заместителя главы обл. администрации, Жмака Владимира Николаевича, где был подписан протокол, который я вам показывала. Все скрепили свои намерения. Итак, это 19 апреля была предыдущая сессия, были выделены деньги, но процесс совершен очень такой затяжной, тендер нужно пройти. Однако все равно… Не очень это простая процедура. Если бы мы участвовали только… Мы рассматривали и вариант участвовать только деньгами нашего города. Но вчера очень хорошо руководитель обл. автослужбы автомобильных дорог в Одесской области назвал сумму, которая бы в полной мере покрыла даже не капитальный ремонт, а реконструкцию, в которой нуждается наша дорога. Эта сумма – порядка 190 миллионов гривен. Поэтому те деньги, которыми располагает город Южный, а мы говорим о том, что мы в этом году на стройку, на развитие, на реконструкцию, на все ремонты готовы порядка 100 миллионов потратить, то есть это примерно бюджет два года не проводить вообще в городе не капитальный ремонт, и за два года мы бы эту дорогу сделали. Понятно, что нужно было задействовать, и это правильно было задействовать, деньги у тех, кто еще пользует эту дорогу, то это Коминтерновский район. Поскольку здесь задействовано два бюджета, то опять-таки был вариант либо мерить километр, ваш километр, наш километр, ваш километр, наш, ну потому что здесь Визирка, здесь Сычавка, здесь новые беляры, а здесь вообще взагалик Аминтерновский район, а здесь Южный, поэтому было принято такое компромиссное решение создать единый фонд, ну это нельзя назвать фонд, потому что если бы мы задействовали еще предприятие, то это можно было бы воспользоваться целевым фондом, а передать субвенции на областной бюджет. То есть область должна провести сессию и утвердить в областном бюджете. Опять-таки, если вы зайдете на сайт Одесской обл. администрации, там есть проект решения изменений в областной бюджет, и там как раз есть прописаны и суммы Южного, и суммы Коминтерновского района. Но, к сожалению, сессия областного бюджета, почему мы, кстати, торопились сессию предыдущую, потому что мы надеялись, что буквально на следующий день будет сессия областного совета, и наши действия должны быть синхронны, то есть Сычавка, Новые Беляры, Коминтерновский район, все провели сессии, все утвердили, ну и Южный, все утвердили в своих бюджетах, подтвердили готовность передать деньги в областной бюджет, но, к сожалению, сессии областного бюджета в этот период еще не было. — Все равно Южный решился на то, чтобы начать ремонт дороги, насколько нам известно, Владимир Николаевич об этом уже говорил в интервью, на свой страх и риск практически, потому что… — Давайте говорить про страх и риск, потому что рискуем не мы, но сегодня мы можем говорить о том, что работы проводятся на дороге, они проводятся, тоже так по секрету, я каждый вечер выезжаю, фотографирую, докуда дошли службы, это сегодня все проводится, кстати, если внимательно посмотреть, то Южный выделил 6 миллионов, Коминтерновский район выделил 5 миллионов, и на ремонт этой дороги должны быть задействованы службы автомобильных дорог. Вот сегодня мы говорим о деньгах, которые… денег службы автомобильных дорог. То есть напрямую наши деньги и не могут быть задействованы. — Начались ремонтные работы, должны были планировались, как мы знаем, мы спрашивали у представителей службы, которые делают ремонт, должны были в пятницу, начались в воскресенье. К нам поступила информация о том, что премьер-министр должен приехать то ли в понедельник, на тот момент мы еще не знали, то ли во вторник, и местным советом были розданы распоряжения о том, что нужно облагородить территорию, убрать узбич, и, так сказать, привести в порядок свои участки. В Южный приходило подобное распоряжение? — Нет. — Сам процесс ремонта в воскресенье, который начался, он никак не связан со службой? — В пятницу Владимир Николаевич общался с ЖМАКом, и в пятницу уже Владимир Николаевич по окончанию рабочего дня перезванивал ко мне. Мы с ним оговаривали, что мы будем обращаться с просьбой, поскольку служба автомобильных дорог даже плановых назначений не получила. Но еще сессии областного бюджета не было. То есть говорить о том, что это тратится наше деньги, это просто некорректно. Это сегодня мы можем говорить только, что служба автомобильных дорог работает в пределах тех денег, которые у них есть на эксплуатационное содержание этой дороги. — До какого числа можно хотя бы надеяться на то, что будут закончены дороги? Готовятся к пляжному сезону или какие сроки? — Мы-то надеемся, что это будет как можно быстрее. Опять-таки сегодня мы можем только какими-то переговорами и уговорами. Я еще раз хочу сказать, что мы не можем, не имея деньги, не имея возможности, не имея решения о сессии, мы сегодня не можем ни надавить, ни заставить, не уговорить подрядчика, потому что процедуру тендерную никто не отменял. Хоть протяжение денег никто не отменял. Между тем, ну это смешно сказать, но у меня такое ощущение, что я сейчас с Лещенко связываю, по телефону разговариваю чаще, чем со своим мужем. Практически ежедневно мы общаемся, он держит этот вопрос на контроле, не пытается максимально ускориться. Но опять-таки мы все работники государственных служб. Без плановых назначений, без тендерной процедуры однозначно никто работать не может. Однако же работы проводятся. А в рамках эксплуатационного содержания дороги. Вчера приезжал премьер-министр, и на встречи с ним, до того, как он приехал, мы имели возможность поговорить, кстати, и с Лещенко, брали у него интервью, он нам рассказал о том, как отремонтирована эта дорога, о которой мы только что говорили. Это часть, которая перешла, так сказать, расстояние... Не наша, да. Не наша, так оказалось. 18-й, 30-й километр. Да, 18-й, 30-й километр, как он сказал, сделан по старым технологиям, но в принципе прослужить она может, если она будет аккуратно использоваться, где-то лет 5. О том ремонте, на который Южный выделил 6 миллионов, он сказал, что ямочный ремонт даже очень хороший, но максимум год гарантии этих работ. Ликвидация аварийности. Я посмотрела интервью Лещенко, и мы это много раз оговорили. Это в принципе ликвидация аварийности дороги. Через год что вы планируете? Думали ли вы о том, каким образом будет работа Южненского совета, горсовета в направлении трассы? Ну почему-то мне кажется, что и в следующем году денег нам никто не даст. Придется опять из местного бюджета? Я такой оптимист, но мне почему-то кажется, что нет. И я посмотрела вчера реакцию на выступление Лещенко, но в общем-то особенно никто и не поддерживал Южный. Ну Южный никто не поддерживал, потому что никто и не представлял. Нас не приглашали, к сожалению, на встречу. Я так понимаю, что есть, ну, мне, конечно, ближе дорога Одесса-Южный. Я понимаю, что важность ремонта дороги Одесса-Рени. Но сегодня, я так понимаю, все силы областного бюджета будут направлены на ремонт этой дороги. И там просто колоссальный объем средств необходим задействовать. Поэтому я думаю, что перспектива года-два, это однозначно будут задействованы все деньги туда. Я так понимаю, что мы сегодня-завтра все-таки отправим письмо Гройсману на тему того, что, ну, если громада задействует свои средства, она в принципе-то есть, куда эти деньги тратить. И немногие депутаты очень однозначно и очень позитивно восприняли выделение денег на эту дорогу. Я опять-таки хочу сказать, что, возможно, это и не лучший выход. И однозначно должно государство давать. Но мы не можем рисковать жизнями наших жителей. И когда мы готовились к сессии, мы обратились в ГАИ. Я, к сожалению, с собой сегодня не взяла справку о количестве погибших и пострадавших на этой дороге. Это просто ужасная статистика, и она имеет тенденцию не в лучшую сторону. Количество погибших увеличилось. Мы не можем рисковать. Конечно, хотелось бы сидеть, обижаться очень долго на государство и ждать, когда нам дадут эти деньги. Хотелось бы, может быть, и больше бы денег выделить для того, чтобы она послужила хотя бы пару лет. Но сумма, я же говорю, порядка 200 миллионов, она неподъемная для города Южного. Просто неподъемная. На всякий случай, я так понимаю, мы должны себе держать в уме, что дорогу нам и на следующий год придется ремонтировать. Хотя, я так понимаю, что мы все равно будем обращаться во все инстанции. И, возможно, вице-премьер увидел, ой, премьер-министр увидел, хотя бы услышал, что есть участок, который в безлишней скромности. Ну, извините, Одесский припортовый завод, порт Южный, Дельта Вилмар – это те предприятия, которые сегодня не только бюджетнообразующие для города, это предприятия, которые, я так понимаю, уже давным-давно стали бюджетнообразующими для всей области. И просто не обратить внимание на этот участок дороги, тем более мы, я так думаю, были, как обычно, первыми в Украине. Мы, наверное, одни из первыми проявили инициативу, выделили свои деньги. Я надеюсь, что нас поддержат в этом вопросе. Вчера премьер-министр говорил о том, что он в курсе о том, как его назначение этой дороги, где она расположена и про 12 километров, про 12 миллионов. Он задавал вопрос Лещенко, который касался именно вот, хватит ли ему денег для того, чтобы отремонтировать дорогу. То есть, в принципе, он в теме, понятно было, что он в курсе. Вообще, в принципе, какая-то связь, можно было бы, допустим, рассчитывать на то, чтобы можно было бы к нему обратиться каким-то образом? Нет, он однозначно будет обращаться. Просто проще обратиться письмом, но можно ставить амбициозные задачи. Я так думаю, что, в принципе, наш премьер-министр открыт к общению. Я надеюсь, что, возможно, получится попасть и на прием. Вчера, к сожалению, нас не приглашили. Да, в общем-то, в принципе, какая-то встреча спонтанная немножко, в моем понимании была. Мы не получали письмо с предупреждением. И действительно, буквально от журналистов и от службы автомобильных дорог. Причем информация была разная. Кто его ждал на 21,5 километра, кто его ждал на 30-м километре. Мы однозначно понимали, что нам не дали. Хотя, я так понимаю, что что-то такое. Значит, поедем на прием к премьер-министру и будем все равно продвигать этот вопрос. Мы не можем оставить эту дорогу в порядке. Мы в здравом уме, мы понимаем, что этих денег хватит, но на год... В лучшем случае. Не думаю, что на год. У нас осенью начнется уборка урожая ближе к осени. Будут ехать грузовики. Будут ехать грузовики. Вчерашняя тема с вот этим переносным контролем веса с этой системой. Она прозвучала. Нам было заявлено, что эти весы будут появляться на дороге внезапно. Мобильные группы. Да, мобильные группы. Их всего три на область. Хотят купить 70. Как вам кажется, отремонтируем мы частично эту дорогу, если эти весы будут появляться на этом участке, где очень большое скопление автомобилей, особенно в конце лета, и до зимы практически их много. Это каким-то образом может спасти ситуацию? Или нам будут просто перекрывать трассы? Вот опять же. Ну, к дисциплине, может быть, сложно привыкать. Но не можем выбрасывать каждый год деньги на ветер. В этом году действительно мы на этот шаг пошли, потому что ситуация критическая. И выхода из этого положения мы просто не видели. И не будет его до конца этого года однозначно. Но надо дисциплинировать водителя. Мы едем по этой дороге, мы видим, какие стоят машины, насколько они высокие, искусственно созданные высокие. Мы не выпускали машины такими, насколько они перегружены. Ну, так визуально можно оценить. Но мы видим последствия движения этих машин. И общаясь с полицией, мы не раз задавали вопросы, с каким весом останавливали машины, и по 100 тонн, и больше. Какая дорога выдержит такую нагрузку? Однозначно нет. Мы будем лоббировать вопрос по тому, чтобы нам установили этот водовой комплекс. Надо привыкать к дисциплине. Это элементарно. Это правило. Правило нарушать нельзя. По сессии давайте с вами. Значит, завтра у нас и заседание исполкома, и сессия состоится. Так, 26 вопросов у нас по бюджету. Там у нас последний вопрос. Ну, в принципе, сессия планировалась в связи с тем, что в прошлом месяце у нас произошла реорганизация управления архитектуры. Она разделилась на два самостоятельных управления, управление архитектуры и управление капитального строительства. В свое время, вы помните, мы соединили два этих управления. Но сейчас, наверное, благодаря все-таки тому, что децентрализация в Украине звучит не только на словах, а и на деле. Мы уже второй бюджет, вот имеем бюджет развития либо в районе, либо больше 100 миллионов гривен. И освоить такой объем, и самое главное, даже не в том, что это объем большой, самое главное, что мы замахнулись на очень большие, на очень серьезные объекты. Только в этом году мы планируем завершить строительство мэрии. Мы хотим начать строительство общежития. Мы хотим построить хотя бы один стадион, хотя так амбициозно, конечно, на два замахиваемся, но хотя бы один стадион, это во второй школе. Мы хотим хорошо отремонтировать актовый зал второй школы. У нас очень много планов, это я не говорю о том, что вопросы реконструкции сети, вопросы благоустройства, это вопросы из года в год. Но хотя бы вот эти вот большие объекты, тому здесь уже нужен очень серьезный подход, поэтому это было правильное, обдуманное, взвешенное, долго вынашиваемое решение создать отдельное управление, которое будет заниматься непосредственно строительством в городе, потому что объем строительства у нас сейчас возрос в разы. Поэтому разделение двух этих управлений, естественно, натянет за собой разделение финансовых обязательств и изменение в программы, в которой задействовано это управление. Ну а параллельно жизнь не останавливается, возникли дальше вопросы, которые вылились вот в 28 вопросов повестков. Еще такой последний вопрос, потому что у нас уже есть другой гость. Есть тема, которая имеет отношение к Севертрансу и к нашему перевозчику и льготчикам. Помните, вот буквально недавно... Я даже боюсь про это говорить. Я понимаю, что вы боитесь про это говорить, но это очень важно. Ничего не изменилось. Ничего не изменилось. Срок вышел. Вышел. Долг есть. И что будет? Вырастут цены и льготчиков возить не будут. Или как будет дальше? Ну я не могу принимать решение, которое должна принимать не я. Ну вот этот вот, я не понимаю, ситуация абсурда. Ну отменили бы и уже бы переложили на органы Министерства. Мы были готовы к этому. По честному, мы провели не одно совещание. Мы наметили себе план действий. Мы понимали, что хуже, чем было, город Южный себе позволить не будет. И в принципе у нас были аккумулированы средства. Мы готовы. У нас программа практически была разработана для того, чтобы мы финансировали. Но в последний момент исчезла норма о том, что это передается на местный бюджет. Все-таки закрепили за государственным бюджетом. В то же время средств... Государство так и не выделило. Нет. Для перевозчиков. Нет. Перевозчики остаются в огромном... Компенсировать за перевозки сегодня нет. Льготных категорий мы не можем, поэтому... Большое спасибо Севертрансу, который пока перевозит без компенсации. Просто искренне большое спасибо. Потому что это вызовет однозначно социальный взрыв. Потому что вопрос этот на сегодняшний день не урегулирован. И все понимают, что у нас осенью нас ждет очень большой и очень неприятный сюрприз в виде цены за отопление. И если люди поймут, что и этим тоже они воспользоваться не могут, то это будет, конечно, большой социальный взрыв. Но пока Севертранс возит, еще раз большое ему за это спасибо. Но они пока терпят и ничего... Я даже боюсь про это говорить. Насколько я помню, срок был до 1-го года. Ну, еще такой маленький вопрос по дорогам. Я знаю, что на МИЗе закольцевали там дорогу и проложили асфальт. 2 миллиона гривен стоила эта работа. Есть разная информация, почему так получилось. Некоторые жители МИЗа говорят о том, что они писали письма, и в том числе и премьер-министру и так далее. Поэтому вопрос этот сдвинулся с мертвой точки. Расскажите историю, какой она есть в реальности. Что мы не раз встречали с жителями МИЗа? Мне не нравится, когда говорят жители МИЗа. Жители Южного, которые живут на МИЗе. Потому что, знаете, это какой-то такой спекулятивный момент получается. Когда мы говорим о чем-то таком об общем городском. Не, 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 мы живем на МИЗе. Когда мы говорим о том, что там надо ремонтировать дороги. Ну вот нам же на МИЗе не сделать. Если мы считаем, что это один город, поэтому давайте так, как все мы относимся. Значит, у нас была действительно не одна встреча с жителями города, которые живут на МИЗе. И, я не помню даже после встречи, Владимир Николаевич задекларировал, что точно так же, как мы в городе отремонтировали свет, значит, какой-то долей будет ремонтироваться и мисс. Мы занимаемся дорогами, которые общие городские, точно так же будем заниматься дорогами на мисс. Мы в начале года, если вы помните, запланировали полмиллиона на ремонт освещения и полмиллиона на ремонт дорог. Но самая большая проблема для города на мисс, мы не можем доставлять людей, потому что наш автобус просто разваливается на части. И, в принципе, очень много вопросов и скандалов, и руганий было севертранцев по той причине, что мы просто гробили там автобус. Поэтому полмиллиона, которое изначально предполагалось выделить, хватало бы только на то, чтобы отсыпать гравием по маршруту движения автобуса. Поэтому для того, чтобы закрыть полмиллиона, мы обещали в этом году полмиллиона, в следующем, и так бы за 4 года мы бы закрыли вопрос движения. Заметьте, это бы ремонтируется по маршруту движения автобуса. Поэтому мы уже приняли такое решение, чтобы закрыть этот вопрос один раз и навсегда. По крайней мере, центральная улица закрыта, и автобус может доставить людей и вывезти людей на работу, детей в детские сады. Ну, хотя бы вот в таком плане. Ну, премьер-министр нам точно указаний поремонтировать дороги не давал, это 100%. Так, могу сказать, что и площадку на пляже однозначно мы планировали сделать при формировании бюджета. Но, может быть, мнение общественности повлияло на то, что мы ее сделаем, ну, примерно раз в 6 дороже. И лучше стало быть. Ну, вот видите, все-таки неплохо, когда общественность активно проявляет. Нет, однозначно мы должны общаться. Понимаете, я так понимаю, что я уже задерживаю немножко следующего гостя. К сожалению, мы только много говорим о том, что как бы хотелось бы немножко освободиться от бумажной работы. Но, к сожалению, тот объем информации, вроде бы как у нас децентрализация, но мы в контролях просто сидим по уши. Мы отписываемся, очень много занимаемся бумажной работой. Поэтому, как бы, где бы мы узнали, на что бы еще можно было бы обратить внимание. Мы видели, что и так будет, может быть, хорошо. Хорошо, что вы сказали свое мнение, обратили внимание, и теперь площадка будет лучше. Так что лучше работать вместе с Пайки. Хорошо, спасибо, что были с нами. Конечно, мы не все успели обсудить, еще есть вопросы, но, может быть, будет время, у вас придете к нам еще раз в эфир. Приглашайте. Спасибо большое. До свидания. Мы через небольшой перерыв встретимся с Александрой Губкой, начальником отдела управления капитального строительства. Спасибо.